Вот четверо русских моряков когда-то в 18 веке прожили на одном из таких островов целых 6 лет. Представляете, в условиях севера, Арктики, без пороха, с медведями с белыми, без соли. Вот ведь герои. И выжили их, спасли этих моряков наших. Реальная история об отечественных робинзонах, рассказ о том, какие необитаемые острова бывают и как вообще можно выжить в сложных условиях в одиночку. В увлекательное виртуальное путешествие школьников отправляют сотрудники отдела искусств Рязанской областной детской библиотеки. Действительно, тема исключительно интересная. Наверное, нет человека, который бы хоть раз в жизни не захотел побывать на необитаемом острове. И именно дети начинают задумываться, а почему именно на необитаемом остров им хочется? Почему? От этой суеты или что-то там необыкновенное присутствует. Мы об этом говорим. Мы говорим о том, какие существуют вообще острова. Они видят все это на экране, они видят фрагменты из фильмов. Например, из фильма «Песни о необитаемом острове Рыбникова» прекрасная совершенно есть. Сказка-ложда в ней намек произносит прописную истину гиды. Ведь история даже того самого Робинзона Круза из романа Даниэля Дефо учит детей самостоятельности и сообразительности, когда рассчитывать можно только на себя. Кстати, на создание приключений на необитаемом острове сотрудников библиотеки вдохновила книга Николая Назаркина. У нас в отделе существует воскресный клуб, он уже 13-й год работает по воскресеньям, где не только мы рассказываем детям что-то интересное каждый раз, но потом еще проводим мастер-класс на эту тему. И также эти книги мы используем для клуба, потому что там дети 6+, то есть вот такая возрастная категория, но приходят и постарше детки. Каждые выходные в острове Сокровищ новое книжное приключение. Клубе ждут всех желающих.